Привет, друзья! Сегодня мы рассмотрим тему форму возможностей и невозможностей в турецком языке. По-турецки это yederlik fili. Эта тема входит в раздел kurallibilişik filerş, правильные составные глаголы. Форма возможностей имеет аффикс abil-ebil по большой гармонии гласных. Основа аффикса составляет корень глагола bilmek, знать, уметь. Форма возможностей придаёт основному действию значение возможности, вероятности, способности, а иногда разрешения или просьбы к его осуществлению. Данная форма соответствует в русской грамматике модульному глаголу motch-smotch. Чаще всего эта форма используется с широким временем, поэтому в этом уроке мы в примерах будем использовать именно это время. Но также эту форму можно использовать со всеми временами. Формула присоединения аффиксов одна и та же. Формула у нас такая. Корень глагола плюс аффикс abil-ebil по большой гармонии гласных. Потом добавляем аффикс времени и потом личный аффикс. Давайте просклоняем по лицам и числам. Например, возьмём глагол yapmak, делать. Yapabilirim. Это будет я могу сделать. Yapabilirsin. Ты можешь сделать. Yapabilirsin. Он может сделать. Yapabilirsin. Мы можем сделать. Yapabilirsin. Вы можете сделать. Yapabilirsin. Они могут сделать. Давайте возьмём теперь с настоящим временем. Yapabiliorum. Я могу это делать. Yapabilirsin. Ты можешь делать. Yapabilior. Он может делать. Yapabilirsin. Мы можем делать. Yapabilirsin. Вы можете делать. Yapabilirsin. Ларш. Они могут делать. Возьмём с будущим временем. Yapabilirsin. Я смогу это сделать. Япобили джексин, ты сможешь сделать. Япобили джек, он сможет сделать. Япобили джейс, мы сможем делать. Япобили джексин, вы сможете сделать. И япобили джек, они смогут сделать. Также возьмем этот глагол с прошедшим временем. Япобили джейс, я смог сделать. Япобили джейс, ты смог сделать. Япобили джейс, он смог сделать. Япобили джейс, мы смогли сделать. Япобили джейс, вы смогли сделать. Япобили джейс, они смогли сделать. Можно также использовать с услышанным, прошедшим временем, я побельмищим, я побельмищсин, я побельмищ, я побельмищис, я побельмищсинис или я побельмищлер. А также возьмем примеры с повествовательной модальностью и субъективной модальностью. Например, я побелирдин, я мог это сделать, я побелирдин, ты мог это сделать, я побелирдин, он мог это сделать, я побелирмушус, оказывается, мы можем это делать, я побелирмушус, оказывается, вы можете это делать, Я павильер мушлаш, оказывается, они могут это сделать. Теперь еще смотрите, если вдруг у нас корень глагола заканчивается на гласную букву, то между корнем глагола и аффиксом а-биль-э-биль, потому что он начинается с гласной буквы, а так как у нас две гласные рядом не могут быть, поэтому у нас еще добавляется соединительная буква Е. И получаем, например, зипломаг прыгать, так как у нас корень зипла заканчивается на гласную букву, мы добавляем соединительную букву Е и получается зиплая билирим, я могу прыгать. Или ойнамаг играть заканчивается на гласную, поэтому добавляем соединительную букву Е и получаем ойная билирим, я могу играть. Окумаг читать у нас на гласную заканчивается, окуя билирим, я могу читать. Динлемек слушать заканчивается на буковку Э, поэтому добавляем соединительную Е и получаем Динлеябелирим. Я могу послушать. Юрюмек идти, ходить. Юриябелирим. Я могу пойти. Уюмак спать. Уюябелирим. Я могу поспать. Возьмем несколько примеров. Например, Бен гитар чалабелирим. Я могу играть на гитаре или я могу сыграть на гитаре. Он может петь или он может спеть. Мой друг завтра может к нам прийти. То есть, когда мы переводим на русский язык, можно добавлять слово или мочь или смочь. Хлеб только из печи. Он может быть горячим. Декатет. Будь аккуратным. Они могут закончить это дело в течение одной недели. Или они могут справиться с этим делом в течение одной недели. Хаварюзгарлы. Акшам ялмур яобелир. Погода ветреная. Хаварюзгарлы. Акшам ялмур яобелир. Вечером может пойти дождь. Саваштан долой чок фазла инсан зарар горябилецек. Вот здесь смотрите в будущем горябилецек. И саваштан долой из-за войны чок фазла инсан. Многие люди зарар горябилецек. Могут понести урон. Здесь в прошедшем времени. В конце месяца я смог получить пособие по безработице. Посмотри-ка, если он себя немного напрягет. Оказывается, он может это сделать. Если бы мы действительно захотели бы, мы смогли это предотвратить. Посмотрим вопросительную форму. В вопросительной форме у нас идет корень глагола плюс аффикс а-биль-э-биль. Если корень заканчивается на гласную, значит добавляем соединительную букву е. Потом аффикс времени. Дальше вопросительная частица мы-ми и плюс личный аффикс. Например, гидабилирми-э-э-м, я могу уйти. Гидабилирми-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э И посмотрим на примеры. Например. Мы можем использовать гречку, карабуда – это гречка, как корм для животных. Следующий пример. Я сейчас немного занят. Можешь позвонить через час. Следующий пример. Вы могли бы меня отвезти до ближайшей больницы? Теперь посмотрим, в каких случаях мы можем использовать форму возможностей и невозможностей. Вот когда она идет в значении вероятности. Например. Сегодня очень холодно. Может пойти снег. Вероятно, пойдет снег. Из-за того, что сегодня очень холодно. Завтра может быть совещание. То есть вероятно, что завтра может быть совещание. Рейсы на самолет могут быть отменены. То есть есть вероятность того, что это случится. Следующий пример. Пожилой человек может забыть пин-код кредитной карты. То есть есть вероятность того, что Пожилой человек может забыть пин-код от своей карты. Бывает, когда мы используем эту форму в значении просьбы. Например. Вот здесь важно, что в турецком языке, в отличие от русском, в русском можем сказать что-то в приказной форме через слово пожалуйста. Например. Пожалуйста, подай мне что-то. Пожалуйста, сделай вот то-то. Пожалуйста, открой окно. В турецком языке так не говорят, потому что это будет очень грубо звучать. Ну, то есть не говорят лютфен пенджериач или там лютфен банат узлук верш. Так не говорят, это будет очень грубо. Всегда, когда вы хотите что-то попросить, вы должны использовать форму через форму возможности. Банат узлук у затабилирмесины смогли бы вы передать мне солонку. Или, например, бир бардак су а лабилирми. Можно стакан воды. И вот, кстати, в турецком языке чаще, когда вы что-то хотите, чтобы человек для вас сделал, больше используется форма, когда вы сами, то есть действия вы должны выполнить. То есть вы просите не подать стакан воды, а говорите, можно ли мне взять стакан воды. Бир бардак су а лабилирми. Можно стакан воды. Или, например, пенджериача билирми. Можешь открыть окно. Или пришли в ресторан, и вы в ресторане не просите дайте мне меню или принесите, пожалуйста, меню. А лучше сказать так. Можно ли мне посмотреть в меню. Вот такая форма есть. И когда вы так скажете, это будет очень деликатно, вежливо. И человек сразу поймет, что вам нужно принести меню. Например, в меню и бакабилерми я могу посмотреть меню. И человек сразу понимает, что он вам должен его принести. Иногда эта форма используется как предложение или как совет. Например, Сени арабайла эвине бракабилирим. Я могу подвезти тебя домой. Сени арабайла. Я могу на своей машине. Эвине бракабилирим. Подвезти тебя домой. Ты предлагаешь какую-то свою помощь. Или, например, Мы можем помочь тебе с домашним заданием. Ты предлагаешь свою помощь. Следующий пример. Если ты выйдешь из дома сейчас, Ты все еще успеешь на автобус. Здесь как совет. То есть человек советует. Если ты сейчас выйдешь из дома, Ты можешь успеть на автобус. Ты сможешь расслабиться, Чувствовать себя комфортно, Если научишься говорить нет. Это тоже здесь совет. Если ты научишься говорить нет, Ты сможешь расслабиться, Чувствовать себя комфортно. Также эта форма используется, Когда ты хочешь или получить разрешение от кого-то, Или дать разрешение. Например, Я могу воспользоваться твоим шампунем. То есть вы просите разрешение воспользоваться шампунем человека. Могу я взять вашу ручку. Это опять вы просите разрешение. Следующий пример. После того, как поешь, можешь взять конфету. Опять же мы даем разрешение поесть конфету, После того, как ты сделаешь какое-то действие, После того, как ты поешь. Я мекке диктенсон расщекер алабилирси. Ну и также эта форма используется В значении умения или способности что-то сделать. Например, Хатидже алманжа конушавильёш. Хатидже может говорить по-немецки. То есть у нее есть способность или умение это делать. Хатидже алманжа конушавильёш. Эбру умеет играть на пианино. Эбру пиано чалабильёш. То есть у нее есть умение это делать. Даун зирвесине тирманабилирим. Я могу подняться на вершину горы. Вот здесь как способность. У меня есть такая способность, И я могу это сделать. Даун зирвесине тирманабилирим. И следующий пример. Я могу чувствовать заранее, когда пойдет дождь. То есть у меня есть способность чувствовать, Когда пойдет дождь. Я умрун яджану энджеден хиседебильёрум. Теперь посмотрим отрицательную форму. Отрицательная форма, Главная отрицательная форма, Когда вы что-то не умеете или не можете сделать. Форма невозможности. У нас к корню глагола мы добавляем аффикс а или э, Без корня биль. То есть там где бильмек и биль, Это у нас значит мы умеем и знаем. А без этой формы мы не умеем и не знаем. Корень глагола плюс аффикс аэ, Плюс отрицательная частица, Плюс аффикс времени и личный аффикс. И смотрите, например, Я по билире я могу сделать. И отрицательная форма будет Я по мам. Если у нас, Давайте возьмем в широком времени просто, Я парым, Я по мам. В форме возможности у нас будет, Вместо Я парым, Я по билире я могу сделать. И отрицательная форма, Если без формы возможности у нас Я по мам, А здесь мы добавляем просто аффикс а или э, И получается Я по мам. Я не могу сделать. Но также, кроме этой формы отрицательной, У нас еще есть две формы отрицательные. Первая, мы можем К Я по билире добавить Перед аффиксом абиль Добавить отрицательную частицу МА, МЕ. Так как она тоже у нас МА или МЕ Будет заканчиваться на гласную букву, То у нас соединительная буква Е добавляется. И получается, Я по билире я могу сделать, А вот Я по билире, Это получается Я могу не сделать. То есть Я по мам, Это Я не могу сделать, А Я по билире я могу не сделать. То есть на самом деле Я могу это сделать, Но Я могу и не сделать. Я по билире. И еще есть форма, Когда у нас уже получается, Смотрите, Я по билире, И перед ним, Перед отрицательной частицей МА, Мы добавляем аффикс А или Э, И получается Я по билире. Я могу не суметь это сделать. То есть у нас есть три формы. Я по мам, Я не могу сделать. Я по билире. Я могу не сделать. Я по мая билире. Я могу не суметь сделать. Также, например, В настоящем времени. Я по билире. Я делаю. Я по мьюру. Я не делаю. Не могу. Я по мая билире. Я могу не делать. И я по мая билире. Я могу не суметь это делать. Точно так же, например, в прошедшем времени Я побильдим, я смог сделать И в отрицательной получается Я помадым, я не смог сделать Я побильдим, я смог сделать Я помадым, я не смог сделать Или в будущем времени Я побильдим, я смогу сделать Я помаджам, я не смогу сделать Вот здесь обратите внимание, что то в прошедшем и в будущем времени у нас будет отрицательная форма только одна. Потому что здесь уже или выполнено действие, или действие, которое будет выполняться. Поэтому у нас отрицательная форма будет здесь только одна. Теперь возьмем несколько примеров. Похожих, которые мы смотрели в начале, только уже будут в отрицательной форме. Например, «бенг гитар чаламам». Я не могу играть на гитаре, или не смогу сыграть на гитаре. «О, щарки сё или емес». Он не может петь. Мой друг завтра не сможет к нам прийти. Хлеб вышел из печи час назад. Он может быть не горячим. Они не смогут закончить это дело или справиться с этим делом в течение одной недели. В конце месяца я не смог получить пособие по безработице. Даже если он себя напрягет, заставит себя это сделать, он все равно это не сможет сделать. Даже если мы захотели бы, мы не смогли бы это предотвратить. Ещё раз пройдёмся по отрицательной форме. Смотрите, если у нас форма, где мы добавляем просто аффикс «а» и «э», это в случаях, когда у нас вообще нет никакой возможности. Например, «бу я стать лэ гидэмэйс». Этим летом мы не сможем поехать в отпуск. Мы не сможем поехать, потому что у нас причины. Например, у меня нет отпуска, мне не дадут на работе отпуск, или у меня нет денег на этот отпуск, поэтому категорически у нас нет возможности это сделать. он не сможет купить квартиру он не сможет купить потому что у него денег нет у него нет никакой возможности вторая отрицательная форма это когда у нас идет действие по желанию то есть мы имеем возможность сделать но у нас нет желания этого сделать то есть мы по желанию можем это не сделать например буяс татиле гитмея билирис у нас есть деньги у нас есть возможности но возможно мы не поедем этим летом в отпуск буяс татиле гитмея билирис или о эви алмайя билирш возможно он хотел купить дом у него есть на это возможность есть на это деньги но возможно он не купит потому что просто желание нет это сделать о эви алмайя билирш И третья форма у нас, когда мы ставим и аффикс ae, и отрицательную частицу mame, ну и дальше beliris. Здесь, когда в нежелании у нас происходит действие. Например, bujas tatile gidemia beliris. То есть мы хотим на самом деле сделать это, но по определенным обстоятельствам, причинам у нас не получится это сделать. Буjas tatile gidemia beliris. Возможно, мы не сможем поехать в отпуск этим летом. Или o evi alamaya beliris. То есть он, возможно, хотел купить, но по каким-то причинам он не может этого сделать. O evi alamaya beliris. И несколько примеров посмотрим на эту тему. Вот у нас есть предложение, и в какой форме отрицательной мы должны поставить глагол. Например, предложение такое. У тебя на вишню есть аллергия. Буjas tatile gidemia beliris. Вишни лидон дурмайи. Глагол yamek. И нет возможности. То есть ты не должен этого делать, потому что из-за того, что у тебя есть аллергия. Буjas tatile gidemia beliris. И емессин. И емессин. Или следующий пример. Я еще не решил. Он умла булушмак. С ним встретиться. По желанию. То есть я могу с ним встретиться. Булуша belirim. Могу. Но возможно я еще не решил. И может быть я не буду с ним встречаться. И тогда мы ставим форму. Булуш мая belirim. Он умла булушмая belirim. Я не ускарар вермидам. Я еще не решил. Он умла булушмая belirim. Возможно я не буду с ним встречаться. Возможно я не хочу этого делать. Следующий пример. Chok traffic wars. Пробки на дорогах. Toplantia yetishmeek. Нужно успеть на совещание. И здесь вне желания. То есть я хочу успеть на совещание. Но из-за того, что есть пробки. Возможно я не успею. И тогда мы используем форму. Toplantia yetishmeek. Белирим. На дороге пробки. Toplantia yetishmeek. Я возможно не успею на совещание. То есть я хочу это сделать. Но есть причины, по которым я могу этого не суметь сделать. Еще пример. Например. Еще пример. Я рын о немли биргеришмем вар. Сизин для пикне гельмек. Но нет возможности. Я рын о немли биргеришмем вар. У меня завтра есть очень важное совещание. Встреча. Из-за этого, так как у меня есть эта встреча, я точно не смогу с вами поехать. То есть нет возможности. Сизин для пикне гельмем. Не смогу прийти. Не смогу я это сделать. Или кейфимьок. У меня нет настроения. Акшамки консере. По желанию. То есть я на самом деле могу пойти. Но у меня настроение не очень. И поэтому возможно я не пойду. И получается Акшамки консере. Гитмия билирим. Возможно я не пойду на этот концерт. Потому что у меня нет настроения. И последний пример. Ракибим Чок Гючлю. Бумачи. Казанмак. Ракибим Чок Гючлю. Мой оппонент. Соперник. Очень сильный. Из-за этого. Я могу не выиграть этот матч. Ну не важно какой матч. Это может быть теннис. Может быть бокс. Еще что-нибудь. То есть у меня есть сильный соперник. И из-за того что. Хоть я и хочу его победить. Но возможно я не смогу это сделать. То есть не моего желания это происходит. Бумачи. Казанамая Билирим. Для того чтобы закрепить эту тему. Конечно нужно смотреть много примеров. Использовать. И тогда вы поймете всю разницу. Надеюсь было вам понятно. Спасибо за внимание.